Бэпан по праву можно считать одним из первых и самых узнаваемых движений в нашей стране. О нем написаны десятки песен, его обсуждали по новостям, писали в газетах и даже снимали кино. И в этом видео мы вспомним, как развивалась данная культура, какие трудности преследуют любителей заниженных авто, и окунемся в интересный мир. Мир, в котором без посадки авто нет. Принято считать, что Бэпан перекочевал к нам от американского лоурайдера и первоначально начал развиваться в Дагестане, город Махачкала, где ребята пилили пружины и восхищались внешним видом своей машины, и каждый из них стремился приблизить ее как можно ближе к земле. Автоваз это именно те машины, которые подвергались подобным изменениям, и именно они являются неотъемлемой частью этой культуры. Ведь шестерки, семерки, четырки, приоры всегда были доступными машинами, в принципе, как и сейчас. Сначала все развивалось по чуть-чуть. Небольшой круг людей расширялся только за счет своих же друзей и знакомых, и появление таких машин на дорогах заставляло обратить внимание каждого и вызывать абсолютно разные эмоции. Одни крутили пальцем у виска, не понимая, зачем они так поступают. Другие все же могли разглядеть в этом что-то интересное и увлекательное, а третьи хотели стать частью на тот момент еще никому неизвестного общества. И с ростом популярности менялись и способы занижения. Одним из самых первых и простых это срезать 3-4 витка, но чревато это слишком большой нагрузкой и вероятностью попасть в неприятную ситуацию. Плюс приходится возить с собой доски для преодоления лежачих полицейских. Второй способ уже дороже, ставить короткоходные стойки в сборе, и это уже конструкции, которые созданы для правильного занижения и рассчитаны на большие нагрузки. Третий основной способ даже сейчас является мечтой многих молодых и не очень парней. Это, конечно же, пневмоподвеска. С ее помощью спокойно можно регулировать дорожный просвет в ситуациях, когда вам нужно проехать по неровной дороге или по лежачему полицейскому. И, наконец, оставить свои досочки далеко в прошлом. Стоимость такой подвески примерно 1000 долларов. Дальше, с развитием соцсетей, в 2010 году появляется паблик ВКонтакте под названием Бэпан, где публикуются различные фотографии и видеомашин, которые еле-еле преодолевают неровности. Такие видосы становятся вирусными, для многих людей это что-то непонятное, и ими начинает делиться. Кстати, говоря об этом движении, я узнал из этого видео. Еще парочку я закинул себе в телеграм, обязательно посмотри потом. 5 мая эти ребята празднуют день основания клуба, устраивают сходки, различные пикники, замеры по посадке, занимаются благотворительностью и помогают детским домам. И вот, 5 мая 2013 год, очередная сходка бэпанщиков. Все празднуют день рождения, веселятся, и никто даже не подозревает, что скоро произойдет то, после чего о бэпане будет говорить вся страна. Накануне на подъезде к городу ОМОН остановил колонну автомобилей около 90 машин. Ехавшие у них молодые люди, предположительно, собирались устроить массовую драку. По их собственной версии, это был особый автоклуб любителей низкой подвески, члены, которые собирались просто мирно проехать по улицам. Если говорить вкратце, ребята решили сделать межобластную сходку в Сургуте, куда собирались приехать посадочники с других городов. И на подъезде к городу их встретил отряд мужчин особой нежности, которая без объяснения причин всех уложил на землю и провел обыск машин. Из-за чего все это произошло, никто так и не смог дать ответ. Навряд ли мы когда-нибудь узнаем правду. Но есть интересная версия, что за несколько дней до сходки кто-то в группе БПА оставил комментарий. Что-то по типу «Мы взорвем Сургут, все просто лягут». Возможно, это кто-то воспринял буквально и обратился в полицию. А те, в свою очередь, приняли меры. И потом заявила, что пресекла кровавую боню в городе Сургут. Как вы думаете, может ли эта версия быть правдой? После такого многие СМИ заинтересовались клубом и наснимали целую кучу репортажей. После майских праздников уже многие в России знают, как расшифровывается аббревиатура БПА. Без посадки авто нет. И тут понеслась. Про БПА пишут треки, снимают клипы. Трек Димана Брюханова становится чуть ли не гимном культуры. И на сегодняшний день набрал уже 18 миллионов просмотров. А через пару лет выходит фильм, цель которого показать, как двигаются БПАнщики в других городах. Ребята начинают с Москвы и двигаются в Краснодар на пикник. Попутно заезжая в такие города, как Тула, Воронеж, Ростов-на-Дону, Владикавказ, Назрань, Грозный, Махачкала. Знаете, прикольно вот смотреть на то, как всех этих ребят объединяет одно. Это любовь к заниженным машинам. В общем, культура набрала обороты, но проблемы с полицией преследуют их повсюду. Пацанов продолжают щемить и по сей день. Практически каждая сходка заканчивается десятками выписанных протоколов. Затонировку и внесение изменения в конструкцию. Надо попереду мерить. Перед ниже всегда. Это так правильно. Жопа выше, морда ниже. Да у вас все на том уровне, по-моему. Думаете? Ну, значит, ровно сделано. Они пристально следят за каждым действием участников этих движений. А те, в свою очередь, даже делают обманки. По типу публикуют пост, что собираются в одном месте, а на самом деле едут в другое. Тем самым сбивают с толку хранителей добропорядка. Еле-еле выговорил. Несмотря на эти проблемы, в 2023 году Бэпан продолжает существовать без каких-то проблем. В него также приходят новые люди. Они продолжают устраивать сходки, соревнования по замерам и все хорошо. И сейчас я хочу заявить, что считаю себя меломаном в мире автомобильного стиля. И могу восхищаться старыми жигами, стенсом, лоурайдером, босудзоку, прости господи, и остальными. Бэпан, конечно, не исключение. У него очень большая и интересная история. Именно с него у многих поменялась жизнь и даже ее смысл. И можно сказать, что смотря на Бэпан, вдохновлялись другие автомобильные культуры и появлялись новые клубы. Поэтому я действительно считаю Бэпан легендарным сообществом. Клубом, культурой, стилем, движением. Называйте как угодно. И, кстати, этот видос тоже прикольный. Советую посмотреть. А с вами был Савоськин. Всем пока!